Моё первое сообщение сегодня посвящено такому более конкретному обсуждению вопросов переоперационной гипергликемии как факторе риска в нейрохирургии, той области хирургии, которой занимаемся мы в, прежде всего, сконцентрированном нашем внимании, естественно, нейрохирургии, в Центре нейрохирургии Минибурденко. Сколько раз я сказал слово нейрохирургии. Хорошо. Но начать надо с того, что одно из последних таких крупных, я бы сказал, экспертных материалов по теме переоперационной гипергликемии вышло в журнале Анестезиологи в 2017 году. И коллеги с места в карьер пишут о том, что накоплен существенный объём доказательств наличия связи между переоперационной гипергликемией и негативными клиническими исходами. И, в общем-то, на этом, наверное, и моё сообщение можно было бы завершать, если бы не необходимость всё-таки более подробно поговорить о конкретных измерениях этого негативного воздействия, о его механизме, о том, насколько это негативное воздействие актуально для нашей специальности, для нейрохирургии, какие именно критические уровни глюкозы сегодня рассматриваются как требующие коррекции, и вообще, возможно ли управлять этим риском в реальной клинической практике. Надо сказать, что до конца механизм негативного воздействия гипергликемии на исход хирургического лечения до конца не ясен. Мы понимаем, что хирургический стресс, разрез, болевое воздействие связано с ростом концентрации гормонов стресса, катехоламинов, глюкогона, кортизола и выброски глюкозы из тканей. Сама по себе гипергликемия обладает, с другой стороны, и негативным воздействием на митохондриальное повреждение, эндотелиальную дисфункцию, угнетение иммунной системы и генерацию супероксидов. Таким образом, когда мы имеем дело с переоперационной гипергликемией, можно говорить о формировании некой положительной или, наоборот, отрицательной обратной связи. Потому что повышение уровня глюкозы крови ведет к повреждению тканей, которое повреждение ткани ведет к стрессовому ответу организма в форме повышения уровня глюкозы. У нейрохирургических пациентов этот тезис имеет особое звучание, поскольку повреждение центральной нервной системы, прежде всего головного мозга, ведет к нейровоспалению, к появлению в субарахноидальном пространстве крови, воздействию на гипоталамическую и гипофизарную систему, что еще более усиливает вероятность наступления гипергликемии как осложнение острого повреждения головного мозга. Это очевидный факт, когда мы обсуждаем действительно острую нейрохирургическую патологию. Вот одна из таких первых доказательных работ в 2011 году была проведена нашими коллегами у пациентов с черепно-мозговой травмой. Действительно, было включено 190 пациентов в связи с экстенной краниотомией либо по поводу ЧМТ, либо по поводу субарахноидального кровоизлияния. Соответственно, контингент пациентов достаточно молодой, поскольку это острое повреждение мозга. И было отмечено, что вот такой эффект гипергликемии больше 200 мг на деколитр, это примерно больше 11,5 мм на литр, она оказалась ассоциирована с повышенной летальностью, причем примерно в три раза. Факторами риска гипергликемии наши коллеги обнаружили, что возраст старше 65 лет, исходная тяжесть травмы, выраженная в коме, и предоперационная гипергликемия или субдуральная гематома, которая наблюдалась у данных пациентов. Чуть позже была опубликована работа, которая одновременно включала пациентов и с острым повреждением мозга, и пациентов, перенесших плановую краниотомию. Здесь мы замечаем, что частота в данной группе из более чем 200 пациентов интраоперационной гипергликемии была отмечена у 17% больных. Здесь мы не видим явного влияния на летальный исход в этой смешанной группе больных. Однако явно повышен риск инфекций в 4 раза соотношение шансов получить послеоперационную и внутрегоспидальную инфекцию у пациентов с гипергликемией выраженной. Именно в этой работе впервые, наверное, в контексте нейрохирургии появляется критический уровень глюкозы крови, который требует нашей какой-то реакции как 180 мг на литр, что равно 10 мм на литр. Наша рутинная работа в Институте нейрохирургии прежде всего построена на ведении плановой нейрохирургии. Поэтому для нас особенно важно было понять, насколько этот фактор действительно оказывает влияние на исходы лечения в нашей строго плановой когорте больных. В чем ее особенность? Это отсутствие острого дооперационного повреждения мозга, того самого субарахноидального кровоизлияния. И, с другой стороны, фактор, который усиливает вероятность гипергликемии, это практически рутинное применение стероидов в нейроонкологии. Поэтому мы спланировали исследование, которое полностью было посвящено плановой нейрохирургии, плановой интракраниальной нейрохирургии. Было включено более 500 пациентов. В первую послеоперационную неделю отмечалась инфекция различной локализации чуть менее чем у 8% больных. При этом интероперационная гипергликемия выше 180 у плановых больных была не так чиста, как в группе острого повреждения. Всего 4,5%. Однако, так же, как и в смешанной популяции больных, если мы отмечаем гипергликемию по ходу операции, то мы можем говорить о практически треекратном росте риски и послеоперационных инфекций в группе этих пациентов. Причем, в отличие от работы, построенной на смешанной группе больных, мы видим повышение риска уже не только в группе больше 180 мг на декалитр, но и в группе выше 140 мг на декалитр, то есть больше 7,8 ммоль. Что еще интересно по результатам этого исследования, это то, что интероперационная гипергликемия была более важным предиктором и фактором риска послеоперационных инфекций, чем возраст старше 65 лет, даже длительность вмешательства больше 4 часов, или анамнез сахарного диабета сам по себе. То есть в группе пациентов, у которых сахарный диабет контролировался, и пациенты находились под контролем эндокринолога, такой риск послеоперационных инфекций был невыраженный. С другой стороны, гипергликемия больше 10 ммол на литр все-таки у плановых пациентов наблюдается чаще всего у пациентов с анамнезом сахарного диабета или с повышенным показателем гликированного гемоглобина в предоперационном периоде. Надо отметить, что сам по себе этот показатель, который мы на сегодня рутинно в нашем центре используем, анализ на гликированный гемоглобин как показатель качества контроля уровня глюкозы в плазме крови в дооперационном периоде, сам по себе также был ассоциирован с повышенным риском инфекций более чем в 2,5 раза. Инфекции возникают чаще, если мы сталкиваемся с гликированным гемоглобином, больше 6,5% до операции. Этот показатель очень важный, поскольку позволяет нам выявлять на дооперационном этапе тех пациентов, с которыми мы можем столкнуться с проблемами инфекции в послеоперационном периоде. Это данные также нашего центра, троспективного анализа. Более 4,5 тысяч пациентов, проведенных в нашем центре нейрохирургии с 2017 по 2022 год, на фоне рутинного использования тестов на гликированный гемоглобин, мы видим, что достаточно существенно доля пациентов в нашем центре поступает с повышенным этим показателем. Разницы по летальности между двумя группами с повышенным и без повышенного гликированного гемоглобина мы не наблюдаем. Однако риск инфекций при таком анализе повышен в группе увеличенного и аномальных значений гликированного гемоглобина. Более того, выявилось, что повышенный гликированный гемоглобин ассоциирован еще и с риском ухудшения после операции при таком ретроспективном анализе. Важно, что соотношение шансов, которые вы видите на экране, повышенного риска инфекций в общей категории пациентам при выполнении многофакторного анализа становилось недостоверной. И только у нейроонкологических пациентов этот риск по-прежнему остается актуальным. Почему нас интересует этот фактор, интероперационная гипергликемия? Потому что, конечно, это потенциально коррегируемый, в наших руках есть инсулин, которым мы потенциально можем устранить эту гипергликемию. Поэтому очень важно понять, насколько применение такого подхода коррекции гипергликемии приведет к тому, что наши плановые пациенты лишатся вот этого дополнительного риска после операционных инфекций. На самом деле, на сегодня существуют рекомендации, подготовленные нашими коллегами-эндокринологами по переоперационному ведению пациентов с сахарным диабетом. Они отмечают, что сахарный диабет определяет высокий хирургический анестезиологический риск, но не является противопоказанием к операции. Целевые показатели глюкозы наши коллеги выявляют, оценивают в 7,8, выше, в коридоре между 7,8 и 10. Подходы разнятся, и четкой доказательной базы, что лучше использовать, внутривенную инфузию, инсулина при выявлении такой гипергликемии или использование подкожного варианта ведения инсулина, на сегодняшний день четкая доказательная база отсутствует. Использование протоколов, которые в данных рекомендациях достаточно проблематично, вернее, достаточно сложно. Нам нужно знать исходный уровень глюкозы. Это достаточно такие комплексные таблицы, по которым ориентироваться первое время непросто. однако пытаться надо... Ой, 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 ой. И здесь еще один важный момент, что увлекаясь таким агрессивным контролем уровня глюкозы, мы можем свалиться в противоположную сторону. А доказанным является и факт, что гипогликемия менее 3,9 ммл ассоциирована с негативными клиническими исходами и повышенной смертностью. Вот почему достаточно сложно найти тот коридор использования инсулина переоперационного, чтобы обеспечить оптимальный исход хирургического лечения. Гипогликемия или гипергликемия. В настоящее время проект рекомендаций, подготовленный экспертами в нашей стране, посвященный введению сахарным диабетом анестезиологами, он говорит о том, что следует предпочесть умеренный подход к поддержанию гликемии по сравнению со строгим удержанием гликемии ниже нормальных значений 6 ммл на литр. Авторы отмечают, что подкожное введение инсулина в условиях нарушения микроциркуляции при артериальной гипотонии, введение в азопрессорах, отеках и летучности не обеспечивает адекватного управления гликемией. Как найти тот путь, который бы обеспечил оптимальный исход? И здесь на первый план выходит, конечно, вопрос мониторинга. Нередко этому аспекту просто на него не хватает времени в рутинной работе отделений как анестезиологии, так и интенсивной терапии. Однако интраоперационный и переоперационный период это период, в котором динамика изменения глюкозы очень стремительная. И вопрос контроля ежечасного при выходе за пределы целевого диапазона или один раз в два часа при стабильном нахождении внутри целевого диапазона определяет качество нашей терапии, направленной на коррекцию гиперкликемии. Интересный альтернативный подход, который мы сейчас тестируем в нашем центре, это система непрерывного мониторинга глюкозы. Это датчик, который устанавливается в подкожную клетчатку, чаще всего передней брюшной стенки. И данные с него в режиме онлайн переходят на компьютер врача или на мобильный телефон пациента. Эти датчики, эти системы уже активно используются нашими коллегами-эндокринологами в ведении пациентов с сахарным диабетом. Мы же хотели попробовать его в нашей реальности переоперационного периода. Надо отметить, что уже даже первое использование подобной системы у здорового добровольца, то есть у меня, показалось, что управление уровнем глюкозы – это непростая задача. Даже у человека без сахарного диабета нередко наблюдается выхождение глюкозы после еды за пределы нормального диапазона. Вот почему в переоперационном периоде достаточно сложно нам оказаться в целевых параметрах. Вот пара графиков, которые связаны с аккуратным мониторингом уровня глюкозы по ходу операции и в раннем послеоперационном периоде у пациентов нашего отделения. Вы видите, к сожалению, цветовая передача не особенно хорошая. Обращайте на себя внимание, что несмотря на активное использование подкожных инъекций инсулина или внутривенной инфузии инсулина, мы наблюдаем выхождение уровня глюкозы за рекомендуемые границы. Причем, если в переоперационном периоде контроль позволяет быстро вернуться в нормальный диапазон, особенно большие сложности возникают в первую ночь после проведения операции, когда стрессовый ответ организма на травму наиболее выраженный. И здесь подъем уровня глюкозы наиболее значительный. Вот на этом слайде вы видите соотнесение стандартного подхода к мониторингу, то есть использование глюкозы крови и использование системы непрерывного мониторинга глюкозы, о которой я говорил с помощью датчика в режиме онлайн. Мы видим, что интраоперационно мы держим глюкозу в заданном диапазоне, а как только ослабляем контроль в первую ночь после операции, мы отмечаем резкий рост уровня глюкозы крови. Он, в принципе, повторяется на экране нашего монитора непрерывного контроля гликемии. Надо отметить, что система показала себя достаточно хорошо и действительно в ситуации стабильной, в послеоперационном периоде на ее показания можно ориентироваться. Интраоперационно глюкоза нередко меняется так стремительно, что система мониторинга, основанная на подкожно-веденном датчике, она не успевает за резкими скачками глюкозы. Как же мы можем оптимизировать риск? На самом деле точного ответа на вопрос, что лучше, использовать строгий протокол коррекции гипергликемии у пациентов с повышенным риском, у пациентов, которые поступают в клинику с высоким уровнем гликированного гемоглобина, или такие пациенты требуют откладывания для того, чтобы нормализовать в дооперационном периоде уровень глюкозы, контроль гликемии и потом возвращаться к плановой операции. Ответ на этот вопрос по-прежнему точного нет. Но мы пытаемся. Вот предварительные результаты исследования, которые сейчас практически происходят в нашем центре. включаются пациенты с зафиксированной переоперационной гипергликемией более 10 мм на литр. В одной группе, где отсутствует строгий мониторинг уровня глюкозы и коррекции с помощью подкожных инъекций инсулина, наблюдался ретроспективный контроль частота инфекции, о которых я вам рассказывал, которая в нашей большой работе опубликована 21%. А вот если мы после того, как мы внедрили протокол мониторинга и нацелены на использование внутривенной инфузии инсулина, здесь лишь один пациент из 38 у него развелась после операционной инфекции. Тем самым эти данные скорее говорят о том, что откладывание плановой операции у пациента высокого риска интраоперационной гипергликемии не требуется, мы должны быть нацелены на качественный мониторинг и своевременную аккуратную коррекцию уровня глюкозы. И суммируя все вышеизложенное, должен сказать, что переоперационная гипергликемия значительно повышает риск после операционных осложнений в нейрохирургии, исходный тезис, с которого я начал, риск значительен как для эцинных, так и для плановых вмешательств. В плановой нейрохирургии мы прежде всего ориентируемся в оценке риска интероперационной гипергликемии на пациентов с сахарным диабетом и повышенным уровнем гликированного гемоглобина. Нам надо стремиться к удержанию глюкозы в диапазоне 7,8-10 миллимоль на литр, что, к сожалению, или почти никогда в идеале не достигается, несмотря на активные попытки. Однако, вероятно, имеет значение период, в котором пациент находится в состоянии тяжелой гипергликемии. Избегание гипергликемии тоже важнейшая задача, еще более может быть важная, если мы прибегаем к использованию инсулина. Основа безопасности – это надежный и ответственный мониторинг, который позволяет управлять гипергликемией в переоперационном периоде. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, кто бы хотел задать вопросы? Александр Сергеевич, что? Саша, а что это за трава у вас там была? Трава-мурава. Это трава у дома, знаменитая трава у дома. Так, это носит такую домовитость доклада. Что он такой? Скажите, пожалуйста, а вот если бы я не слышал начало, вообще просто выводом, это выводы и все той же шуги, исследования, где пытались в интенсивной терапии провести, и оказалось, что… То есть, еще вопрос не получился. Просто, а что нового произошло? Да, то есть, вот мы обсуждаем вопрос о том, что мозг устойчив к гипергликемии. Ну, он действительно устойчив. Вспомните, кома не бывает от гипергликемии, кома бывает гиперосмолярная. Кома бывает от гипогликемии, но не бывает от гипергликемии. То есть, вы исследовали, насколько операционный стресс провоцирует неуправляемую гипергликемию, которая, собственно, выводит к осложнениям послеоперационного течения. То есть, вы не за мозг переживаете, вы переживаете за гипергликемию с провоцированной операцией. Поправьте меня. Смотрите, на вопрос, что нового, наверное, правильно ответить в том, что данный цикл работ, он направлен на, скажем так, пациент-ориентированный подход к мониторингу и коррекции. Мы понимаем, и это общее место, что пациенты с острым повреждением мозга подвержены высокому риску гипергликемии, даже если у них нет сахарного диабета или предшествующих каких-то нарушений за счет остроты повреждения, за счет выраженности травмы. Вопрос актуальности этого тезиса в плановой хирургии до сих пор был под вопросом. Нам удалось показать, что мы всегда можем выделить определенную группу и обратить внимание, наши усилия, наше внимание на конкретную группу пациентов высокого риска и аккуратно подходя к мониторингу и коррекции уровня глюкозы убрать тот риск, который связан с гипергликемией. Причем в плановой хирургии мы уже не думаем о том, что наша тяжелая гипергликемия ведет к высокому риску летальности, о чем мы можем говорить в острой группе пациентов. Но риск инфекционных осложнений, связанных с этим, тяжелых, если мы говорим о нейрохирургии, менингита и так далее, мы можем контролировать с помощью рационального подхода к мониторингу и коррекции. То есть за счет такого прецизионного контроля гликемии вы, по сути дела, повышаете доступность для пациентов даже с неустойчивой гликемией, даже с диабетом на безопасность плановой энергии? Да, безусловно, потому что вопрос поступления пациента на удаление опухоли головного мозга на хронической стероидной терапии – это всегда вопрос оценки рисков переоперационных. Нередко, если больной уже неделю получает дексаметазон, бывает у нас и месяц получает дексаметазон, это неизбежно стероидоиндуцированный диабет. И нам нужно решить, сейчас мы берем этого пациента оперированием, способны мы обеспечить его безопасность и оптимальный исход лечения, или нам нужно его отложить и заниматься с эндокринологами предоперационной коррекцией этих нарушений, которые у него есть. И пока те данные, которые мы получаем, говорят о том, что в наших руках есть все инструменты, которые позволят обеспечить оптимальную безопасность этого больного. – Ну, мне кажется, убедительно. Новизна очевидна. В общем, мы ее подчеркнули. Спасибо большое. Вопросов нет. Готовьтесь, скоро второй выход. – Пожалуйста, скажите, пожалуйста, вот есть ли данных, на каком уровне повышается энергообмен, когда становятся уже более плохие результаты? Вы бы сказали 10 миллимоль, а в какой степени был энергообмен, активность его? Потому что все зависит от уровня стресса, который переходит в дистресс. Мы не боимся стресса, а дистресса мы боимся. – Да, 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 согласен с вами. К сожалению, четких границ по тому, в какой степени изменен энергообмен пациента, таких данных я, к сожалению, не могу вам привести. – Спасибо.